МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущего телевидения Азербайджана, которое показывает всему миру правду Азербайджана и о бизнесе, и о Карабахской войне, и о ситуации в Азербайджане. Спасибо за приглашение. Спасибо вам. Начнем. В проект азербайджанского госбюджета на следующий год внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель. Вы видели эти кадры, знаете, в каком состоянии за годы оккупации, во что превратились эти земли, но все будет восстановлено. А каким вам видится этот процесс? Я думаю, что восстановление будет трудным, но оно будет успешным, потому что Азербайджан почти 30 лет ждал освобождения этих территорий. Эти территории очень богаты. Там есть и водные ресурсы, такие, как знаменитые воды из Тесу. Там есть золото в районах, где можно добывать его, руду. Там очень хорошие условия для туризма. Там и в советские времена находились очень известные здравницы и курорты. Безусловно, Азербайджан восстановит это все, и эти деньги будут потрачены так, чтобы потом приносить экономический эффект. Это, безусловно, будет создание новых рабочих мест. Будет решена социальная задача. Те беженцы и вынужденные переселенцы, которые через какое-то количество месяцев уже вернутся себе на родину, им нужно будет работать. И поэтому, естественно, им нужно пойти будут в школы, детям нужно пойти в детские сады, а людям нужно где-то работать. И поэтому вот такие проекты, как добыча золота, такие, как транспортные проекты, когда будет построена железная дорога до Агдама, когда будет восстановлен транспортный коридор, когда будет сообщение прямое, железнодорожное, и, надеюсь, автомобильное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью, это даст очень большие выгоды, это даст очень большую полезную, это будет полезно для Азербайджана, безусловно. Игорь Иванович, а есть уже какие-то идеи, вот вы, предприниматель, о вложении инвестиций, планируете уже что-то, можете поделиться? Ну, мы последние 3-4 года занимаемся новейшими средствами для проектирования в строительстве, то есть мы являемся представителями ряда американских и европейских крупнейших компаний и помогали в реконструкции нефтеперерабатывающего завода «Имеги» и «Дар-Алиева», помогали в создании там Сумгаидского технологического парка СТП. И поэтому я думаю, что там, безусловно, будет проектный подход, когда это все будет сделано в виде проекта, хорошо спланировано, как и все, что делается в Азербайджане в течение последних лет под руководством нашего президента, глубоко уважаемого Ильга Малиева. Безусловно, эти проекты будут успешными, мне кажется, потому что Азербайджан достоин самого лучшего, это слова нашего президента. Все самые лучшие передовые технологии должны быть применены в Азербайджане. Я думаю, что для восстановления этих семи районов и других территорий будут в том числе применяться самые современные методы, формы, строительства, управления строительством, проектирования. И здесь мы видим свою роль, как компания, которая может эти новейшие мировые технологии внедрить в практику Азербайджана. Поэтому я думаю, что это будет сделано с использованием передовых средств проектирования, строительства, ну и в дальнейшем эксплуатации этих объектов. Вы знаете, что Азербайджан обяжет Армению выплатить компенсацию. И по мере освобождения территории от оккупации лишний раз было доказано, что армяне занимались грабежом и разорением азербайджанских земель. Вывозили в том числе оттуда ценные экспонаты. Вот это все, как вы видите, вот как Армения будет справляться с этим? Да, я надеюсь, что справедливость восторжествует и в международных судах Азербайджану удастся доказать. Может быть, это, конечно, будет не за один день и даже не за одну неделю, не за один месяц. Но факты налицо. Во время 28-летней оккупации этим территориям был нанесен существенный ущерб. И есть международная практика. После Второй мировой войны проигравшие стороны, такие как Германия, они выплачили огромные репатриации. То есть это возмещение денег, возмещение тем победителям, то есть территории, которых они оккупировали. Это был и Советский Союз, и Франция, они выплачивали патриации. Здесь, в принципе, ситуация очень похожая. Армения незаконно оккупировала часть территории Азербайджана. И сейчас пришло время платить по счетам. И я думаю, что, дай бог, иншаллах, эти средства Азербайджан получит, они будут пущены на восстановление этих территорий. Игорь Иванович, вот накануне Азербайджана был возвращен Кельбаджарский район. Вы наверняка видели те кадры, когда армяне, которые за годы оккупации там поселились, как они покидали эти земли? Сжигали дома, разрушали, сжигали леса, вот все уничтожали. Это такая месть по-армянски, и как это их характеризует? Безусловно, это людей характеризует очень отрицательно. Понятно, что людьми в этой ситуации, с их стороны, со стороны Армении были эмоции. Но люди должны оставаться людьми. Когда они делают вот такие бесчеловеческие поступки, когда они сжигают леса, они наносят ущерб только своей репутации. И все вот эти их разговоры, что нас нужно жалеть, я думаю, что большинство людей, которые нет привзято, просто посмотрят на эти факты, они изменят отношение к этим захватчикам, которые 28 лет незаконно оккупируют. То есть эти действия достойны осуждения. Кроме осуждения, ни о каком сострадании речи не может быть. Только осуждение и только отрицательные эмоции вызывают такие действия. Безусловно, как у меня, так и у моих друзей. Мы эти темы обсуждали с моими друзьями по бизнесу и в Соединенных Штатах Америки, и в России, и в Турции, и в Корее. И большинство людей не понимают этого. Армяне очень часто пытались выставить конфликт с Азербайджаном как религиозный, но их попытки провалились. Да, я могу сказать, что это очень неправильное и гнусное, и грязное дело, этот конфликт, который был территориальный конфликт между Арменией, который оккупировал территорию Азербайджана, придать ему оттенок конфликта религий. Это можно рассмотреть на моем примере. Я родился в Баку, я по вере, я православный. То есть я ходил в церковь, я, конечно, не фанатик, который там, безусловно, ставит вопросы религии во главу угла. Я бизнесмен, я занимаюсь другими вещами, общественный деятель. Но я хожу в церковь на Пасху по крупным праздникам и стараюсь жить по совести. Самое главное, нужно жить по совести, не укради и не делай плохих поступков. Так вот, в Азербайджане всегда мусульмане, которые составляют большинство, подавляющее большинство нашей страны, они всегда в мире жили и с представителями православной, христианской веры. В Баку есть три православные церкви, которые прекрасно работают. Они также реконструированы. Вот церковь, ближайшая к моему дому, золотые купола ее, они украшают Баку. Функционирует синагога, есть католический храм, есть также много других религий. И я горжусь тем, что я награжден президентом Азербайджана медалью Тараги за какие-то заслуги определенные, может быть небольшие, в развитии информационных технологий. Но я также награжден русской православной церкви орденом святого Варфоломея. То есть я знаю о чем я говорю и никогда ни разу не было у меня как у православного человека или у моей семьи проблем с тем, что я не мог пойти в церковь. Наоборот, все люди, зная о том, что я иду в церковь, все мусульмане поздравляли. Они говорили, это ваш праздник, мы поздравляем вас. И мне нравится, у простого народа есть такая пословица, что у Бога много имен. Кто-то называет его мусульмане, называют так, христиане называют так, иудеи. Но Бог один, наверху один Бог, он там один, мы все под Богом ходим. Поэтому в Азербайджане это было всегда, это было и 50 лет назад, и 100 лет назад, и 150 лет назад. И то, что сейчас мы называем мультикультурализм, это на самом деле замечательное качество азербайджанского народа. В Азербайджане всегда мирно жили представители всех национальностей. И я, безусловно, отвергаю эту гнусную ложь армян, которые говорят, что этот конфликт носит религиозный характер. Ни в коем случае. Это военный конфликт, и Азербайджан освободил свою территорию. Да, это был территориальный конфликт. Но, смотрите, пытались выставить как религиозный, но при этом они разрушали в том числе христианские памятники на землях Азербайджана. Мы знаем, что в Ходжавенском районе они практически полностью разрушили русский православный храм. Как тогда это понимать? Да, это недопустимо. И ни один верующий человек не должен разрушать храмы других религий. То есть я всегда с уважением. Я, когда бываю в Стамбуле, я захожу в Айя Софию, в другие мечети. Это, безусловно, с уважением. И если я бываю в Ватикане, я не являюсь католиком, но я захожу в собор Святого Петра. И это недопустимо, безусловно. На ваш взгляд, разве можно делить христианские памятники, мусульманские памятники? Вот на днях мы знаем, что вышло такое обращение ряда деятелей культуры в России, если не ошибаюсь. Они обратились в ЮНЕСКО уделить особое внимание сохранности христианских памятников в Карабахе. Это неправильно. Я думаю, что большинство людей, которые там подписали, а там есть, в общем-то, достаточно известные деятели культуры России, я думаю, что их просто попросили, им тенденциозно изложили какие-то факты, то есть, грубо говоря, даже, можно сказать, что обманули. И они были под воздействием эмоций, не разобравшись, все это подписали. Но я надеюсь, что после того, когда они разберутся в этом, может быть, некоторые люди и отзовут свои подписи и скажут, что они были неправы. Потому что любой памятник религиозный, он является памятником культуры. А культуру нужно сохранять, так же, как природу. Поэтому это нехорошо. И с любой точки зрения это неправильно. Игорь Иванович, такой момент. Среди национальных героев Азербайджана есть практически представители разных национальностей народов. Это и украинцы, и русские, и евреи. Почему в Армении среди национальных героев только представители армянской национальности? Но при этом они очень ревностно относятся к дружбе Азербайджана с другими странами. Я думаю, что это особенности национального самосознания Армении. Еще в 1987 и 1988 году, в 1987-88 году, практически были изгнаны десятки тысяч азербайджанцев во время начала Нагорно-Карабахского конфликта. К ним домой приезжали какие-то бородачи, они были вооруженные. Это уже тогда были незаконные вооруженные формирования. Им давали буквально несколько часов, чтобы они освободили свои дома. И эти азербайджанцы, которые родились и выросли в Армении, они были вынуждены уезжать на родину в Азербайджан. Глядя на это, за 90-е, 91-е, 92-е годы большинство русских, которые там были, они так же, чтобы их не постигла такая же участь, они добровольно переехали в Россию или в какую-то другую. И фактически Армения сформировалась как моногосударство с одной мононациональностью. Если мы посмотрим на Азербайджан, то здесь более, я не знаю точные цифры, но я думаю более 80-90 тысяч русских или, скажем так, славян, которые говорят на русском языке. В Азербайджане действуют русские школы, их сотни русских школ. В Азербайджане возможно получить высшее образование на русском языке. Вот мы с вами ведем сейчас диалог на русском языке. Конечно, я как гражданин Азербайджана признаю, что нашим государственным языком является азербайджанский. Я стараюсь его учить, и я на каком-то определенном уровне его знаю. Но никто не запрещает мне говорить на русском языке. Так же, как действует украинская школа, воскресная в Азербайджане при славянском университете. Так же, как действует возможность изучать еврейский язык, точнее иврит. Так же, как можно изучать и грузинский, а я уж не говорю про такие языки, как, скажем, английский и немецкий. Уже экономика говорит о том, что очень многие сейчас учат английский язык. Поэтому ситуация для Азербайджана намного лучше. Это отмечают и сотрудники иностранных компаний. Они говорят, что им гораздо более комфортно жить в Азербайджане, где много разных национальностей, где народ более гостеприимен. И традиционно традиции гостеприимства проявляются буквально в ежедневной практике. То есть, гостью самое лучшее место в доме, самый лучший стакан чая, самое лучшее угощение. И, безусловно, азербайджанский народ очень гостеприимен, очень веротерпим. И он привык жить в мире и в уважении к другим национальностям. То есть, по сути, азербайджанский народ — это мы все, это граждане Азербайджана. Просто корни у нас разные. У кого-то азербайджанские корни, у кого-то украинские, у кого-то русские, у кого-то еврейские. Но мы, по сути, все формируем то, что называется народ Азербайджана, который проживает в этом государстве. И нам здесь, представителям разных национальных групп, жить очень комфортно. Армяне тоже очень хорошо жили в Азербайджане. И сейчас здесь 30 тысяч армян проживают. А когда та часть армянского населения, вот, допустим, карабахские армяне, которые долгие годы были подвержены политике официального Еревана, который руководил сепаратистским режимом на оккупированных землях, когда они поймут, что нужно жить в мире со своими соседями, нужно в мире жить с азербайджанцами? Это, конечно, вопрос к ним. Я за них ничего не могу сказать. Но я могу сказать, что другого выхода нет. Если мы посмотрим в историческую перспективу, то, скажем, два народа, таких как французский народ и немецкий, они воевали во время Первой мировой войны, и были миллионы жертв, миллионы убитых с обоих сторон. И со стороны Франции, и со стороны Германии. Это было в 1914-1918 году. После этого была Вторая мировая война, и территория Франции была во многом оккупирована Германией. И, опять же, были миллионы погибших французов и миллионы погибших немцев. Но если вы посмотрите ситуацию сейчас, то в большинстве, в 90... Я специально интересовался. В 90% школ Франции изучают немецкий язык, как второй. И в 95% школ Германии изучают, как правило, французский язык, как второй. У них появились смешанные браки опять. А студенты запросто едут на субботу и воскресенье. Кто в Париж, кто в Мюнхен, там, где им интересно. Я надеюсь, что не сразу, но пройдет какое-то время, годы, может быть, десятилетия, и мы увидим мирное сосуществование армян и азербайджанцев, которые будут жить в мире. Потому что, собственно говоря, я достаточно немолодой человек. И я помню, как до, скажем, 89-го года в Баку мирно и во всем Азербайджане мирно проживали и армяне, и азербайджанцы. И, наверное, другой альтернативы нет. И тут же я вспоминаю слова нашего уважаемого президента Ильга Малиева, который говорит, что мы гарантируем армянам, гражданам Азербайджана все их права, безусловно. А президент это гарант конституции, и мы должны ему верить. Поэтому, на самом деле, другого выхода, как мирно сосуществовать, не остается. И, собственно говоря, к этому, наверное, рано или поздно все придут. Конечно, должно быть время, чтобы затянулись раны войны. Должна скорбь о погибших, к сожалению, она должна пройти. И после этого уже новые поколения поймут, что война это не то, чего достойны два народа. Собственно говоря, если мы посмотрим Армению, то что она приобрела за эти 28 лет? Собственно говоря, ничего. То есть она оказалась вдалеке от всех экономически важных проектов. Баку, Тбилиси, Джейхан, трубопровод пошел в обход. Она могла бы получать сотни миллионов долларов дохода, как получает Грузия сейчас от транзита нефти. Все газопроводы, они пошли тоже в обход территории Армении. Они могли бы получать сотни миллионов долларов. Но также могли быть какие-то другие совместные проекты, связанные с дорожным транспортом, с автомобильным транспортом. Да даже с какой-то кооперацией, производственной кооперацией. Но этого всего Армения себя лишила. И что она приобрела? Если мы посмотрим на количество населения Армении, то в 90-м году это было 4 миллиона 200 тысяч примерно. У Азербайджана в тот момент было около 7 миллионов. Но сейчас население Азербайджана около 10 миллионов. А население Армении в районе... Меньше 3 миллионов. Меньше 3 миллионов. Я думаю, что реально в районе 2,5. Население Карабаха, то, что Ханкинды плюс то, что они называют Степанакерд, оно измеряется десятками тысяч в настоящее время. То есть это время показало, что это была неправильная концепция. И она привела только к страданиям двух народов. Если бы этого не было, то Армения жила бы лучше. Азербайджан, да, тоже жил бы еще лучше. И не было бы этих безвинных жертв. Больше всего жалко ребят, шехидов Азербайджана, которые отдали свои жизни за это восстановление справедливости. То есть этих жертв можно было бы избежать. Но они отдали свою жизнь за территориальную целостность, за свою родину. А армянские солдаты, они погибли на чужой территории. Непонятно. Игорь Иванович, спасибо вам большое за участие в нашем специальном выпуске. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, в эфире СБС был специальный выпуск. Гость специального выпуска Игорь Яковенко, общественный деятель, предприниматель. Оставайтесь на СБС и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин